Дорогие коллеги, я собираюсь сделать доклад по двум очень серьёзным вопросам. Он касается аксиоматики и топологии точки. Вот здесь, в самом конце, есть одна задача, которая мне была задана Гаховичем Сергеем Юрьевичем. Он сказал, что найди точку входа в систему. И вот оказалось, что этой точкой является сама точка. Так вот, как ни парадоксально, но точка – основа точной науки. Вот и на основе анализа внутренней структуры точки были разработаны методы и инструменты, с помощью которых можно исследовать окружающий мир. Ну, сначала я должен ввести некоторые понятия, которые, в принципе, всем известны. Но вряд ли вы, как бы, употребляя их, так или иначе, но вряд ли осознаёте их физический смысл. Ну, например, что такое… Я пишу, я говорю, что мирность – это единица измерения фундаментального природного понятия, выраженного через фундаментальную природную величину. Что это означает на бытовом уровне? Вот мы сидим в комнате. И для того, чтобы измерить комнату, нам необходим какой-нибудь, ну, измеритель. Мы можем измерять его в столах, можем в указках. И каждый раз, когда мы это делаем, то мы тогда его измеряем. Измеряя вот этой мерности, ну, указкой с чем-либо, мы получаем размер. Но вот сравнивая мерности, сравнивая различные мерности, мы получаем размерность. Причём, хочу сказать, что ни мерность, ни размерность не делится, не умножается, не складывается и не вычитается. То есть, она не является тем, чем можно математически как-то обрабатывать. И последнее, что очень важно для этой мерности, это то, что нервность может трансмутировать. То есть, изменять свою физическую сущность. Ну, пример очень простой в природе. Наверное, вы знаете, что из икринки можно получить головастика. Из головастика выходит лягушка. А из лягушки принцесса лягушка. То есть, принцип очень простой. Что на самом деле, вот сама нервность, если говорить о физическом его, ну, скажем, смысле, он достаточно глубокий и для того, чтобы, ну, как бы, ну, здесь можно очень долго и очень много чего сказать по поводу мерности. Но вот первоначальные сведения, я думаю, достаточно для того, чтобы идти, ну, скажем, идти дальше по докладу. Ну, следующий, ну, когда мы говорим о ленте Мебиуса, то все знают, что когда мы её разрезаем на одну треть, то лента Мебиуса у нас получается два кольца. Одно кольцо остаётся лентой Мебиуса, а второе у нас становится в два раза длиннее. Вот. Почему это происходит, мало кто понимает. Вот. Я попозже об этом расскажу. Но дело даже не в этом. Дело в том, что все привыкли к тому, что все исследуют только, скажем, ограниченную ленту Мебиуса, которая, ну, как бы, как лист Мебиуса, то есть обычная ленточка, и не смотрят о том и не думают о том, что она может быть трёхмерной. То есть, а если она трёхмерная, то тогда возникает ситуация, что она может быть сферой. Как можно объяснить это для обывателя? Ну, например, если обычная лента вращается, то если она быстро вращается, то для нас, в нашем восприятии, будет казаться, что это не кольцо, а это шарик. И вот шагая по этому шарику, мы не заметим, как окажемся внутри этого шарика. Не обладая, скажем, если вы не знаете и не можете остановить реперную точку, то сколько бы вы ни шагали, вы никогда не скажете, где вы находитесь. Внутри или снаружи этой ленты или сферы. И ещё один такой очень интересный момент, он связан с тем, что сама по себе лента мебельса имеет очень сложную внутреннюю структуру, ну или, проще говоря, точка со сферы мебельса. На самом деле, для того, чтобы лента мебельса нормально внутри сферы могла пройти, она обязательно внутри проходит ещё через три точки, которые находятся внутри неё. И здесь указаны только четыре лепестка. На самом деле, если говорить об объёме, то здесь шесть. Вот здесь должно быть ещё, ну как бы, и там ещё. Кран-то сейчас из-за доски. Ну да, да, да. То есть здесь, на самом деле, шесть лепестков. Я показал только четыре для того, чтобы было понятно, что есть центральная точка, внутри неё ещё точка, есть и ещё точка. То есть на самом деле точек у нас три. А как мы её крутим вот эту лепестку? Ещё раз, я понимаю, что вы... Я потом расскажу. А духа растет? Просто не всё сразу. Но главное здесь заключается в том, что сфера мебельса... Давайте не делайте это самое замечание и реплик. Потому что это сложная тема. Значит, главное, о чём вы должны понять, что исследуя сферу мебельса, я пришёл к выводу, что сфера сама по себе достаточно сложна и содержит в себе ещё дополнительные сферы или точки. Внутри точки есть несколько точек. Так вот, получается, оказывается, что внутренняя мерность этой точки, я потом объясню, почему и как, 24-х мерная. А внешняя её мерность трёхмерная. Ну, обычная, как вы привыкли, да, любой объект трёхмерен. Ну, обычный шар у нас трёхмерен. Причём, таких точек в пространстве может быть много. И все они между собой связаны вот этими связями, которые являются теми самыми мерностями. Мерности бывают мнимые и, ну, как вы... И, ну, это частотные, и линейные, или, как вы привыкли, материальные говорить. Материальные и материальные. Теперь дальше. Вот, ну, когда мы говорим о том, что... Мы просто взяли и то же самое, но как бы раскрываем вот эту вот картинку так, как она на самом деле есть. Что вот эти вот точки движутся по определённым частотным характеристикам и формируют как раз те самые сферы, которые... И плюс к этому существует ещё, скажем так, трансмутационный момент, который сгибает и заставляет эту точку менять свою физическую характеристику. То есть, ну, превращается в одного, то есть, из линейной переходит в частотную, и в частотную обратно в линейную. Там сложные, сложные, очень, ну, характеристики. Главное не в этом. Главное в том, что... Что такое материя? Материя – это форма, вот пространство, которое создаётся этими частотами, частотными характеристиками движения этой точки. Вот. И философия, в основе которой лежит точка, является основой всех точных наук об окружающей человека природе. А я потом объясню, почему и как. Дело в том, что в процессе исследования точки мне пришлось заниматься как философией, так логикой, аксиоматикой, социологией, топологией, физикой, математикой и всего и множественным, чем другим. Так вот, точка определяет, во-первых, геометрию и структуру, которая ещё пространства у нас, и определяет, собственно говоря, модель Вселенной. Физика сама по себе, она исследует фундаментальные природные понятия и взаимосвязь понятия увеличения между собой. А непереходные процессы между этими понятиями, то есть это трансмутационные процессы. Математика же, она... Ну вот я просто скажу, не скажу, а прочитаю. Точка определяет геометрию и топологию, а через них и модель мира, физику, основная задача которых является определением областей существования понятий, математику, основная задача которой заключается в определении областей существования, условий задач и методов их решения, а также чтобы сам результат находился в границах аксиоматических понятий, которые являются средой существования этих понятий, и теории мирных множеств, которые исследуют фундаментальные природные понятия, величины, константы и их производные. Ну, конечно, данный список не полон. Так вот, это можно выразить следующим образом, что у нас философия – мать всех наук. Она может описывать как материальный, как и нематериальный мир. И базируется на аксиомах. Я ее поделил на две части. Первая часть – метафизика, а вторая часть – религия. В принципе, можно сказать, психология. И если у кого-то есть желание, то можно создать свою схему. Не вопрос. И это базируется на линейных и частотных характеристиках. Сама метафизика делится на то, что мы изучаем. Окружающий мир – это астрономия, это наши звезды, наша Вселенная. И физика – физика самой Земли и все, что находится на Земле. Оксиоматика точки, ну, вот, по уровню приложения. Значит, вот то, о чем я говорил. Вот этот верхний уровень – это уровень, скажем так, Вселенной. Он имеет свою собственную структуру и передает свои качества ниже следующим уровням, точкам. Ну, точка, вот, как я определил, это Земля, которая обладает своими структурами, своими понятиями, личными константами. Следующий уровень – это атом, имеет структуру, понятия. И последний – это электрон. И каждый из них отличается друг от друга очень качественными параметрами. То есть сказать, что они, точки одинаковые, нельзя. Просто надо учесть, что, скажем, здесь такая точка, вот эта вот, самая по себе, является средой существования вот этой точки. Эта точка является средой существования этой точки. А эта точка является средой существования ниже следующей. И причем последняя вот эта точка, да, является средой существования, ну, или, проще говоря, возвращается в эту точку. То есть, очень такой интересный механизм наследования свойств. Вот, мне пришлось специально сюда включить слайд, в котором я сформулирую, что такое понятие науки. Вот, оно есть в моей статье. Наука – это система или теория знаний об объекте исследования, среда материальной и нематериальной миры, существование которого описано материальными и нематериальными фундаментальными природными понятиями и причинами ограниченной системы координат с набором единиц измерения, которые дополняют функцию трансмутации перехода из одного мира в другой по формализованному алгоритму. Если полностью вот это все не выполняется, то тогда это называется теорией, тогда это гипотеза. В том случае, если более, ну, если один из элементов не выполняется, это гипотеза. Если же количество этих элементов будет больше двух, два или более, тогда это уже не наука, это лженаука. Это моя классификация, вы можете по-своему это интерпретировать или предложить свой вариант. Вот. А все может быть исследовано. Вот. Я предлагаю возможный вариант такого исследования алгоритма. Во-первых, когда мы говорим о том, что мы рассматриваем некую теорию или гипотезу, то они все строятся на определенной системе автоматики. На определенной автоматики. Мы, соответственно, делаем анализ этой предметной области и области существования. Мы определяем те признаки, которые характеризуются сама аксиоматика. Определяем, нормируем эти параметры и определяем вот тот пункт, который обычно мало кто обращает внимания. То есть вопрос, скажем, трансмутации или вопрос изменения этих параметров, перехода из одного качества в другое. Вот. Когда это все сделано, мы критерии признаков определили, мы после этого делаем уже, собственно, сами определения. То есть делаем формулы конкретные, которые нам говорят о том, что мы понимаем, о чем говорим. Когда мы эти определения по всем четырем пунктам сделали, мы объединяем эти определения в одно целое. И после того, как мы это определили, на пункте выращают сюда, и эта аксиома уже идет, как система гипотезы и теорий, уже формирует область науки. Такая вот схема. Немножко сложная, но, может быть, не очень. Теперь дальше. Вот сама точка, как ни странно, мне очень хочется обратить ваше внимание. Перед этим я вам говорил о том, что внешняя, скажем, ее мерность, трехмерность. И вот если дергать или обрезать эти связи, то у нас возникает три варианта, вот, ну, скажем, внутренней структуры самой точки. Если, допустим, если с одним центром, с двумя центрами или с тремя центрами. И каждый из них, каждый из них имеет свою собственную структуру и, собственно говоря, собственную, ну, как бы, аксиоматику и доказательную базу. И вот на основе всего этого мы, собственно говоря, создаем, ну, скажем, непротиворечивую науку, которая потом переходит уже на основе этого в прикладные задачи, которые нам предстоит решать. Так вот, что такое фундаментальные природные понятия? Значит, во-первых, они нульмерные. То есть они, то есть это те фундаментальные понятия, которые не могут быть измерены, но которыми можно что-то измерять. Значит, есть точка как тело, то есть это количественный параметр. Линейный параметр – это дрената. Линейный волновой – это известный для всех моментов. И волновые – это частота, которые, в общем-то, можно потом сводить в международную систему единиц. Это касается, это, так называемое, вот это вот. Среда существования, скажем, вот это верхний уровень. Это точка А. Она является, вот эти все понятия, являются сведой существования ниже лежащих точек. На самом деле, кроме того, что они там делятся на 3-4 типа, они, кроме этого, еще и могут быть одномерными, двухмерными и трехмерными. И каждый из них может быть и линейными, и линейно-волновыми, и волновыми. То есть, вот, ну, очень сложная такая, немножко большая, такая структура. И, ну, в общем, да, здесь уже все, с этим все. Вот, так вот, мы переходим, собственно говоря, к, ну, скажем, изобразительному, вернее, к тому, как можно эту точку изобразить, или как можно ее интерпретировать в привычных вам конкретных геометрических образах. Вот, я просто буду сейчас, на самом деле, просто рисовать на доске о том, о чем идет речь. Дело в том, что сама-то себе точка, если мы говорим вот эту, да, если будет некая вибрация, которая будет подвинена к этой точке, то она придет к тому, что эта вибрация начнет ее внутреннюю структуру менять. И тогда у нас, и тогда у нас получается вот та структура, которую мы называем инь-янь. Значит, вот когда вы рассматриваете эту структуру, никто не видит, что на самом деле эта структура является в себе, содержит уже четыре точки. Из четырех точек можно построить элементарную, самую простую фигуру этой пирамиды. То есть растянуть ее, получается, у нас фигура пирамида. Если, ну, здесь просто, значит, хочу просто пояснить, что, ну, так как никто этими занимался, серьезно, вам просто, хотя бы просто на уровне, ну, школы хотя бы, так. Если мы начнем, ну, скажем, если представим, что это пирамида двухслойная, ну, скажем, как обычная шапка, зимняя шапка, может быть, она, вот, может быть, ну, вот, допустим, шапка, да, у нас, она имеет два слоя, можно ее вывернуть? Или, вот, проще говоря, вот, допустим, вот это, да, самое быстрое, мы можем представить вот в таком виде. Тогда эта пирамида, да, превращается в еще одну фигуру, в платонную фигуру. Ее можно показать вот таким образом, который известен всем, как, ну, эзотерические такие есть знаки, а можно просто, можно просто показать вот как платонную фигуру. Вот, так вот, если же, если же, мы начнем, дело в том, что у каждой, у каждой, у каждой точки есть три связи. Если мы, вот здесь восемь точек, если мы эти, эти три, три связи, да, растянем еще раз, раз, два, три, то мы получаем фигуру, которая называется куб. И все это, и все это, вот это все, в общем-то, как бы, как бы, можно сказать, что это внутри самой точки, но для нас, ну, для нас это привычно, что мы рисуем точку все-таки внутри. Вот это, вот эта верхняя, верхняя часть касается то, что находится над нами, то есть в космосе. А вот эта часть касается то, что есть на Земле. То есть это вот, это описание той структуры, то есть это структура атома и структуры электрона. Сейчас. Ну, вот то же самое я здесь вот нарисовал, то есть вот когда мы на этих вот осях начинаем строить систему координат Декартова, то мы можем эту систему координат, в общем-то, перевести в центр этой точки. Когда мы ее переносим, то мы таким образом делим саму точку на восемь секторов. В каждом секторе по три мерности. Общее число мерностей 24. Дело в том, что, в принципе, мерность не говорит о том, что это, скажем, объем там, или это некая площадь, или это некая линия. Мерность это, ну, скажем, то, скажем, чем мы меряем. То есть, опять же, вот говорю, что вот мы можем выбрать любой объект в качестве мерности и им мерить. И здесь то же самое, в принципе, здесь не идет речь о каких-то численных понятиях, которые мы сюда закладываем. Мы просто закладываем, что когда мы говорим о Декартовой системе координат, то вот эти вот, скажем, оси могут быть интерпретированы как мерности. Но, дело в том, что на самом деле нам это неудобно, и мы можем вот эту вот фигуру взять и развенуть в плоскости. То есть нарисовать ее в виде вот таких. Но когда мы это сделаем, то окажется, что у нас появятся области, во-первых, с одной мерностью, с двумя мерностями и с тремя мерностями. Каждая из них, ну вот здесь нарисована, каждая из них, в общем-то, объединятся. То есть это будут единые мерности. Значит, у нас получается 7 мерностей с плюсом, 7 мерностей с минусом двойных. И одинарных по 5. И плюс к этому. Их можно расположить. Их можно расположить. Вот в таком вот квадрате для удобства, как вариант. Вот. И окажется, что внутри этого квадрата у нас получаются все эти точки. А в центре является вот та самая точка, которая является, которая основывается вот этого квадрата. я хочу сказать, что с моей точки зрения вот это решение является решением задачи о... квадратуры и круга. Почему у вас квадратура? Почему нет? Это так она... так она сформулирована, да? А не... Каждую систему... Давайте позже. Позже. Остановимся на этом. Просто я считаю, что это так. Но так это, не так это... это решаетесь и вы. Ну и здесь показано на самом деле принцип... Ну, когда вот... Когда мы что-то разрезаем, то мы в одной точке получаем... Ну, определенный... Ну, когда... Когда мы делим на... Скажем... Частоту на 2, на 2, да? На 3 частоты. То мы получаем внутри этой точки уже 2 точки. Ну, это просто... Просто, скажем так, наградное представление о том, как это выглядит. И, собственно говоря, можно вот это все... 8 секторов можно описать через теорию мер от множества. То есть каждый из этих элементов... То есть каждый из них... Каждый из секторов обладает вот такими конкретными характеристиками. И когда... То есть когда происходят вот эти вот переходы с одного состояния к другой, то есть из точки в куб, то мы получаем вот такую вот... Вот такую, скажем, систему, когда у нас получается на самом деле 24 мерности внутри точки, и они делятся как 7 7 действительных и 5 минимумов или 5 действительных и 7 минимумов. То есть вот примерно так, как здесь нарисовано. Причем... Вот здесь вот есть графическое изображение. Причем вот это вот, вот это само по себе, это как раз двойная пирамида. Ну вот то, что здесь нарисовано. То есть вот та же самая пирамида двойная, да? Вот она сама по себе здесь вот, собственно говоря, определенная. То есть так вот. И внутри вот это она внутри точки. И здесь то же самое, мы просто ее опять же развернули и получили тот самый квадрат. Вот. Так вот, что у нас получается? У нас получается, что за сохранность самой точки ответственны вот эти две области, которые не дают распасться ленточкам, когда мы их разрезаем. Мы можем разрезать только те двойные области, которые мы видим. Но при разрезании каждой такой двойной области у нас возникает выдвольение внутри этой точки элементной базы. Ну элементов. Посчитывая, конечно, таких двойных областей, мы можем сказать, что мы можем это разрезать шесть раз. Всего на все. Вот. Ну, это простой подсчет. И, собственно говоря, на основе этого вот мы можем составить некую таблицу, которая говорит, что ну, можно с ней соглашаться, может, нет. но три варианта стандартных. Когда мы говорим, что вот есть возможность шесть делений, да, если мы делим сразу не по одной области, а по двух сразу делим, ну, то получаем такой вариант, а если сразу делим все шесть, получаем третий вариант. Ну, там, по три. И есть, конечно, смешанные типы, есть много чего того, что не попало в эту таблицу, которая говорит, что внутреннее строение подобных систем гораздо сложнее, чем я то, что я сейчас рассказал. Но это просто, это просто, как бы, это первые шаги для того, чтобы вы понимали. Ну, а дальше, собственно говоря, я перейду к тому, как это можно использовать на практике. То есть, это я говорю о том, что, скажем, то есть, какой, каков практически смысл того, о чем я рассказал. Какие, что мы можем из этого получить. Но в данном случае мы, я говорю о связи числа Пи с внутренней стороной точки НУЗО, а что здесь на экране вы видите, вам всем известно. Но вы не догадывались о том, что на самом деле еще дополнительное можно из этого исследования получить. Если мы предположим, ну, предположим, что у нас есть, ну, просто хотя бы в качестве, как объемов, мы будем говорить о том, что это восемь объемов, и обязательно помоду уберем, чтобы все-таки плюс-минус удалить, ну, чтобы и стучить его из рассмотрения, то получится, что если один из элементов мы, ну, как бы, скажем, уберем из рассмотрения, то мы получаем семимерную одномерную систему. То есть, это, во-первых, с другой стороны. В этой системе появляется область свободная, которая по определенным правилам, ну, скажем, как насос, начнет гнать каждую мерную область одну за другой через эту область. И получается у нас в результате непределенного движения. Образуется непределенное движение, которое, в принципе, является, механизм, в том числе и трансмутация. Вот здесь вот мы показываем, я показываю, что вот одномерно-сериммерная система точки, да, она выглядит, примерно, вот таким вот с точки зрения теории мерных систем. Вот. Можно посчитать также и число Пи для этой системы. Для, то есть вот вот это вот, если говорить о гнейной, да, это для частотной характеристики. Но нас это мало волнует, но нас интересует то, что касается конкретно на земле. Вот это вот, вот эта вот форма, у него просто нет, как бы читать вам всю теорию, это невозможно. это вот описание нашей мерности на земле. Мерности земли пять с половиной. Вот эта мерность центральная, это мерность нашего Солнца. Ну, это каждому свое. Да, и причем это самое, причем мерность пять с половиной, она делится на две составляющие, на половинку, и то есть это еще, я потом объясню, что это такое. Вот, то есть это вот примерно такая, то есть мерность наша на земле пять с половиной. Что это такое? Значит, все привыкли, все знают, что такое, что мы трехмерные, остается только всего нашего, что такое два с половиной. Два с половиной это вот, допустим, вот земля, да, и вот наше тело трехмерное, оно имеет две свободы по двум координатам, да, свободы движения, частотное холитическое движение, и половинка это верх движения. Вторая половинка, половинка внутри земли для нас закрыта. Теперь что такое половинки на самом деле? Половинки это то, что касается самой земли. то есть это запрет ее движения относительно определенных областей. Когда земля движется по определенной траектории и она не может двигаться в эту сторону, потому что есть запрет, она может двигаться по двуму, это самое. И вторые две, ну, их четыре, по ноль пять, четыре таких. То вторые две это движение самой Солнечной системы относительно далактического центра. Ну и, в общем-то, я к этому добавлю еще такую вещь. Можно, в принципе, объяснить и показать, почему размерность планет постепенно должна увеличиваться в зависимости от того, где она находится. и почему допустим планета, последняя планета у нас Плутон движется в обратном направлении. Тоже это доказано. Я недавно планету ликвидировал. Ликвидировал, неважно, ликвидировал или нет, но это самое, но это в принципе это уже не играет ролик. да, и, кстати, вы знаете, что у Земли есть точно такая же Луна, которая движется в обратном направлении. Ну, есть, есть, это самое, а в этом можно? Еще что-то? я же вот еще. А, я понял, что вы закончили. Нет, обрадовались. Я решил, я решил немножко время-то в новое затратил. Вам уже еще есть время. Ну, есть время для вопросов. Я, в общем-то, на чем перешать. Я, в общем-то, рассматривал страну и вот, в принципе, я что хочу сказать, что просто для вашего сведения, что вот если смотреть на это, да, эти мерности. Сам атом четырехмерен, то есть он трехмерен, как тело, и обладает одной мерностью своего движения по определенной траектории. И трехмерен, частотно, внутри четырехмерен. электрон электрон не имеет оболочки материальной, он абсолютно частотный, имеет только частотные характеристики. Вот, ну, и я просто объясню, почему вот это, почему возникает вот эта девятая точка, почему она движется относительно самой системы, или кажется все дверцей. Если вся система движется в этом направлении, а она стоит, то тогда тем, кто находится здесь, кажется, что она движется обратным направлением. относительно. Относительно, да. Ну, это просто как бы из этого исходит очень элементарно. Ну, вот, и последний момент. Система двойных дверц во много раз сложнее, я просто не стал, но интересная вещь, очень интересная. Она касается наших радиоактивных атомов. Вот этот значок сам по себе очень напоминает нам. Ну, вот он внутри себя содержит тот значок, который предупреждает о радиоактивной опасности. Кстати, откуда он возник, и почему он возник? Это просто как результат того, что не просто так все бывает. Ну, вот, теперь все. Вопрос. Пожалуйста, подождите, подождите, может, еще что-нибудь расскажу. Так, значит, ну, я не знаю, я, конечно, ничего. Если чего-то не понимаешь, то, возможно, две реакции. Это все ерунда, или, наоборот, это столь высоко, что, так сказать, мне недоступно. Ну, по-видимому, мне недоступно. Поэтому, давайте, первый вопрос, но только, если можно, кратко. почему у вас в основе, все-таки, Декартова система, картина, вы от куба танцуете? Да. Ну, вот. А на самом деле... Нет, минуточку, вы спрашиваете вопрос? А не надо, не надо это, только вопросы. Если будет слово, я... Да, пожалуйста. Вот я вам задал вопрос, вот, значит, лента мебель, вот откуда сфера берется у вас? Вот вы ее крутите ленту, вот лента у меня. Но она динамическая, динамическая система. Вы начинаете вращать, и у вас откуда-то берется шесть лепестков. Нет, секунду, секунду, еще повторяю. вот... Точнее, значит, покажите, пожалуйста, ось, вокруг которой вы крутите эту ленту, если можно. Для того, чтобы лента мебель свернулась в исходное положение, она не может просто-напросто, ну, вы хотите рассматривать внутреннее строение ленты мебель, материальное ленту. Да не надо рассматривать. Можно я отвечу? Можно я отвечу? Вы не отвечаете, пока вы не отвечаете. Секунду, я еще не ответил, но вам уже не понравилось. Можно я отвечу? Когда вы рассматриваете ленту мебель, который на самом деле... Мы просто берем кусочек ленты мебель, да? И говорим о том, что вот эта вот координата движется в эту точку, то есть она переходит из этой точки в эту, да? То возникает ситуация, когда вот эта точка, то есть эта координата у нас Y, да? Переходит в координату Z. Не вижу. Вокруг какой-то... Ну, если относительно... Относительно нашей системы координат, относительно нашей системы координат, да? Когда мы рассматриваем эту точку, когда мы рассматриваем эту точку, вернее, часть этой самой... этой ленты, да? Оказывается, что при притрубации вот эта точка перемещается в эту точку. Кстати говоря, это очень хорошо заметно, когда вы перемещаете здесь указатель по поверхности, он переходит из этого в верхнее положение, он переходит в нижнее, но поворачивается, ну, это самое... поворачивается. То есть это говорит вот об этом как раз, что вот эта ось, да? Икс, допустим, переходит в ось обратную ей. У вас лента ось, вокруг которой вы крутите. Покажите ее, пожалуйста. Вот лента вот у нас мысленно представили, перевернута. Нет, без всяких мысленно. Значит, секундочку. Если вы хотите, то тогда я просто... Это сам... Не в виде доклада, а... Да? А в виде... На пальцах можно показать? На пальцах это не показать. Я просто... Просто... Это действительно сложно. Ну, нет, я понимаю человеку. Я просто показываю, что на самом деле... Вы мало кто обращает внимания, что вот эти вещи... Значит, этот вопрос оставили в кулуарах, пожалуйста. Вы телеменованы. Я понял так, что в принципе ваша теория аксиматична. Да. А тут берутся аксиоматичны. Это зависит, опять же, от того, что... Вот опять не читали статью? Значит, я... Не читаю. Не, я просто спрашиваю, вы говорили да, нет. Я ничего не читал. И просто... Просто мне... У меня есть возможность... У меня вопрос такой. Откуда берутся аксиомы? Каким свойством обладает аксиома? Потому что аксиома это от ныне и до веку. Нет. А, секунду. Минуточку. Минуточку, минуточку. Минуточку, минуточку. Это предположение, это предположение, это предположение. А это аксиома. А это аксиома? Гипотеза, гипотеза. Вот отнюдь не гипотеза. Минуточку. Это предположение, в рамках которых делается дальнейшее рассуждение. Тогда это постулат. Тоже откуда? Хорошо. Можно я теперь отвечу? Можно я отвечу? Можно я отвечу, да? Значит, обычно принимается... Секунду. Внимание. Это очень тонкий вопрос, но он достаточно просто объясняется. Внимание. Обычно принимается, что аксиома находится... Аксиома формулирует не то, что внутри, имеющую некую границу, а то, что находится снаружи ее. И тогда возникает возможность от бесконечности до нуля. Да, конечно. Да? Ну просто... Сейчас, секундочку. Секундочку. Но когда вы... Когда у вас есть граница существования этой аксиомы, то у вас не бывает такого, что... Скажем, вы можете только описать конкретную вот эту область. То есть, допустим, аксиоматично. Объясняю просто, тупо. Вот вы, допустим, в качестве аксиома выбрали стул. Да? Он бывает разный. Его можно описать... Ты, сотни, тысячи стул, ну и описать их характеристики. Да? То есть, вот сам стул... Не на то отвечай. Нет, секунду. Я все то... Я просто в качестве примера. Почему стул надо принимать в качестве аксиома? Вы описываете стул, значит, это аксиома для вас. Да нет. Так, хорошо, извините. Ну, я просто в образе... Да, мы тратим время. Почему куб? А не треугольник, не тетрадь. Потому что это аксиома. Нет, не в этом дело. Я не говорю о том... Вот в конце вы показали этот... Значит, смотрите, смотрите... Знак радиоактивности. Вот там был тетрадь. Так, господа, или товарищи, точнее, да? Господа, господа. Господа, товарищи. Спасибо.